Добрый вечер! В эфире программа «После новостей». Я Ольга Депляшина. Всем известно пословица «Мы то, что мы едим». А вот что делать, если мы не можем нормально есть? Например, организм протестует. Сегодня поговорим об этом, о здоровье, о том, что происходит с нашим организмом и как предотвратить неприятные последствия. В гостях у нас Панфилова Виктория Николаевна, доктор медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, эндокринолог и врач-хирург-онколог-эндоскопист Павел Одинцов. Добрый вечер! Врачи Центра Медпрактик. Врачи говорят, что участились диагнозы панкреатит и атрофический гастрит. Звучит страшно? Что это такое и в какой момент нужно бояться? Такое ощущение, что звучит страшно только для вас, потому что пациенты легко об этом говорят. У меня панкреатит, у меня атрофический гастрит. То есть диагнозы стали очень частыми. И, в общем-то, к ним относятся необоснованно легко. Потому что если это по-настоящему правильно поставлены диагнозы, они правильно страшные. Другое дело, что ставят их порой не совсем по критериям, скажем так, которые приняты в медицине. На глазок. На глазок. На глазок. И пациенты сами ставят себе. У меня поджелудка. Это ведь частый очень разговор. У меня гастрит, у меня поджелудка. Но это такое обыденное явление в нашем обществе, что мы к этому действительно привыкли. И мы за этим все следует одно. Мы неправильно ведем, мы неправильно живем, мы неправильно едим. И мы мучаемся. У пациентов есть симптомы, с которыми они каждый день сталкиваются. Это существенно ухудшает качество жизни пациента. Ради этого, собственно, разговор. Ну, симптомы бывают такие, что человек из жизни не рад, в общем. А можно поставить этот диагноз по УЗИ? Или этого недостаточно? Ну, очень часто ставится по УЗИ. Там пишут диффузные изменения поджелудочной железы. И на основании этого ставится диагноз хронический панкреатит. Но люди эти попадают к гастроэнтерологам, в первую очередь, которые Николай Николаевны скажут. И дальше начинается их обследование детальное. Например, непроверена гастроскопия, невыполнена колоноскопия. То есть необходимо человека полностью проверить. Чем заканчивать на этом хронический панкреатит. И дальше начинается питье фистала, еще где-то препаратов. Ну, выпил таблеточку и полегчало, и забыл про это. А если не полегчало... Чем это чревато, если забыл? А если не полегчало, надо искать дальше. Но люди свыкаются зачастую, не обследуются. Если говорим про панкреатит, то есть высокоточный метод диагностики хронических заболеваний поджелудочной железы. Это эндоскопическая ультрусковая сонография. В марте месяце у нас будет проводиться исследование таких пациентов. Будет предоставлено компании Fujifilm экспертное оборудование для проведения такого вида исследований. И приедут эксперты из Москвы, из Питера. Соответственно, мы проводим отбор таких пациентов. Я так понимаю, что в городе у нас больше нет такого оборудования. Что оно позволяет сделать? Чем оно отличается от того, что есть в других клиниках? Оно обладает более высокой разрешающей способностью. В поиске мельчайших образований, в том числе, к сожалению, и онкологии на ранних стадиях поджелудочной железы. А человек сам может понять, что у него что-то серьезное по каким-то своим ощущениям? Человек должен прийти к думающему врачу. Это самое главное. Потому что сам человек не должен ставить себе диагнозы. Ну, не имеет он базового медицинского образования, как бы он ни читал на Инстаграм и Фейсбук. Понимаете? И поэтому, когда мы считаем, что вот здесь слева болит поджелудка, все, и начинаешь горстями жрать ферменты, извините за такой низкий слог, но это действительно так получается. И ведь не помогает. И начинается вот этот круг, по которому мы бегаем, анализы, УЗИ, врач, или там просто аптека, анализы, УЗИ, аптека, лучше не становится. И тут надо, наверное, остановиться и понять, что ты что-то делаешь не то. Ну, и все-таки прийти на прием к думающему гастроэнтерологу, я подчеркиваю это слово, потому что, ну, поставить диагноз можно на основании, можно без основания. И хочется, чтобы все-таки был поставлен диагноз правильно. Тогда получается эффективно. Если пациент понимает, что после врача и после назначения стало неэффективно, значит, что-то недообследовано. Может быть, это не поджелудка, а желудок, кишка. После осмотра очного, пациенты любят лечиться на Инстаграме, да? Но после очного осмотра ты понимаешь, вот он говорит, поджелудка, а я понимаю, что эта кишка у него болит, и совсем другое лечение должно быть. А это можно вылечить? Это вопрос к гастроэнтерологам. В принципе, вылечить. Надо найти причину. Многие заболевания можно. Вылечить можно. Можно добиться очень хорошего качества жизни. Можно добиться очень устойчивой ремиссии даже сложных заболеваний. Другое дело, нужно сначала выполнить обследование, которое позволяет нам понять, что это за заболевание. И когда мы говорим о том, что, да, действительно тошнит, вот здесь вот ком вот висит, и я есть ничего не могу жирного, ты желудок обследовал. То есть болеть может по разным причинам. Это не всегда панкреатит или гастрит, тем более трофический панкреатит. Очень много напихано, опять же, простите за такое слово, очень много напихано в животном. И поэтому, когда мы слышали звон, а не знаем, где он, мы начинаем делать неправильные выводы. И мне очень жалко этих пациентов, которые вот они мучаются годами. Убери молоко, тебе сразу станет легче. У многих пациентов так идет. Но для этого должен быть врач, который ему скажет, товарищ, вот ты вот в этой ситуации, скорее всего, должен исключить это и это. Многие же сидят на очень ограничительных диетах. И это тоже ухудшает качество жизни. Но ничего не делает, чтобы понять диагноз. Чем отличаются вот эти заболевания панкреатит и атрофический гастрит? Ну, я так понимаю, что это разные органы. Разные органы. По ощущению и по возможности улучшить свое состояние. Вы знаете, мы выбрали эти два заболевания для разговора, потому что зачастую это два заболевания, в которые сваливает все, что непонятно. Никто не разбирается. У вас хронический панкреатит, все, идите. А что конкретно? Там может быть и камень где-то скрытый, может быть и опухоль, может быть киста, может быть все-таки киста после перенесенного острого панкреатита. Ну, то есть разные моменты. Вот это все позволяет это исследование выполнить. По поводу атрофического гастрита, постановка его такая визуальная, без морфологического подтверждения, она сама по себе тоже опасна. Если есть атрофический гастрит, необходимо дальше исследовать слизистую. Есть ли участки метаплазии, может быть появились участки уже дисплазии. То есть это ступень к раку желудка. И поэтому ставить его на глазок и отпускать человека без морфологического исследования неправильно. Биопсия всегда должна быть взята при таком диагнозе. Кто входит в группу риска? Вот кому в первую очередь нужно делать исследование на таком вот высокоточном оборудовании? Ну, во-первых, есть наследственность. И, в общем-то, есть наследственные, если мы говорим про панкреатиты, есть наследственные панкреатиты. Эти люди, наверное, в большей степени рискуют развитием серьезных заболеваний, таких как опухоли. Поэтому им, конечно, это надо. Другое дело, что могут быть и другие заболевания, те же самые билиарные проблемы, проблемы с печенью. Опять же, понять и исключить этот самый хронический панкреатит, наличие там камней в протоках. Это все позволяет вот это новое оборудование, которое мы сейчас планируем все-таки показать и попробовать его, да. Оно позволяет поставить эти самые диагнозы, оно позволяет уточнить эти диагнозы. Всем подряд это делать не надо. Как не надо сейчас бегать каждому на УЗИ человеку. Но если у вас есть клиника, если у вас есть родственники с этими заболеваниями и родственники умершие, потому что рак поджелудочной железы не для кого-нибудь, это одно из самых таких тяжелых заболеваний, которые, по сути, не лечатся. Ну, наверное, надо задуматься об этом исследовании, не только об этом исследовании, а вообще об исследовании себя. И начать, наверное, нужно с соседних органов, потому что тот же самый трофический гастрит, он ведь не болит. Но это ступень к раку. Но боли нет, а ступень к раку пройдена. И поэтому нужно просто понимать, действительно ли правильно поставлен диагноз, и вообще что с вашей слизистой желудка. И скажет это только морфолог. А что, как правило, не замечают при обследованиях на оборудовании прошлых поколений, скажем так? Мельчайшие изменения, а может быть и крупные изменения. Если это оборудование фиброволоконное, там, где нет видеопроцессора, то есть телевизора, так сказать, когда исследование проводится, смотрится в глазок, как мы уже говорили, то есть в окуляр. То разрешающая способность такого оборудования крайне низка. Соответственно, говорить о ранних формах каких-то процессов, в том числе онкологических, на таком оборудовании невозможно. Оборудование современное, которое стоит в клинике, вот у нас компания Fujifilm, также это эндоскоп с многократным увеличением, 140-кратным, с дополнительной системой визуализации, которую точно улавливает малейшие изменения в слое, так сказать, атрофической, слизистой. Это позволяет прицельно взять биопсию, потому что участки же начинаются с 1-2 мм, потом уже превращаются в 3 см. Соответственно, это позволяет такое оборудование раньше установить диагноз. И, соответственно, раньше начать лечение. И можно еще долго вообще потом не думать, не мучиться? Конечно, конечно. То есть на 100%, все 100% заболевания, скажем так, вылечить невозможно, многие хронические, но можно добиться очень хорошего качества жизни, отсутствия симптомов. И это тоже очень важно, потому что человек начинает сразу по-другому жить, он начинает по-другому есть. Он, оказывается, мне это было можно, а что ж я сидела на этой вареной морковке столько лет? Нет. Вопрос очень важный и существенный. Сколько это стоит, сколько это будет стоить вот на этом оборудовании, обследовании, с консультацией врачей и приезжих, ну, если кому-то хочется, видимо, на какие суммы рассчитывать и почему эти суммы такие? Вообще исследования не дешевые, на самом деле. То есть у нас привычно, мы не привыкли, вернее, так скажу, к тому, что медицина что-то стоит. Ну, потому что бесплатно же, да, все. У нас у МСВИД, да. Но, к сожалению, в частной клинике, в частной медицине все это стоит денег, и это стоит денег обоснованно. Это не потому, что там, допустим, мы с ума сошли и зажрались, и там какую-то цену выставляем большую. Потому что покупается одноразовое оборудование, потому что это одноразовое оборудование может использоваться только у одного пациента, оно стоит денег. Потому что стоит денег качественный наркоз, который не делается во многих других бюджетных учреждениях, к сожалению, по МС. Хотелось бы, чтобы это было. И поэтому, да, действительно, цена есть. Цену можно узнать более точно, наверное, все-таки в клинике, потому что есть некоторые нюансы. В отношении вот этого вот мастер-класса я пока не готова говорить о цене, потому что все будет зависеть от того, какие условия будут выставлены нашими коллегами. Поэтому пока просто пусть будет интерес у людей, которые имеют эти проблемы. И, наверное, ну, есть смысл позвонить и хотя бы там попозже, ближе к окончанию, второй половине февраля, узнать эту ситуацию. Да, после проведенных исследований необходимо всегда предоставлять фотодокументацию, которую, если мы проводим гастроэскопию, это необходимые условия перед этим исследованием. Это исследование также фотодокументируется. То есть человек должен уйти с фотодокументацией, чтобы потом последующий врач, гастроэнтролог думающий... С флешечкой приходить. Флешка, да. Зачастую у нас используется в клинике флешка, мы можем диск. То есть как бы, ну, чаще всего флешка. То есть вы все записываете и фиксируете. Есть определенные протоколы, обследования, которые предусматривают съемку фотодокументацию с определенных позиций, с определенного расстояния. И этот протокол необходимо соблюдать. А вот смотрите, например, пришел к вам пациент, и, ну, что-то у него выявили, и что дальше ему делать? Вы его отпускаете или что ему с этим диагнозом потом делать? Если выявили какой-то диагноз, который возможно лечить при данном исследовании, то медицинская, так сказать, диагностика превращается в лечебный процесс. То есть это все одномоментно можно сделать? Конечно. А какое-то дальнейшее врачебное сопровождение? Приходит морфологическое заключение, на основании которого дают рекомендации врач-гастроэнтеролог. Я даю рекомендации прийти на повторный осмотр, например, через какой-то период времени. Это все индивидуально. Ну, и, конечно, лечебное мероприятие, которое будет обязательно сопровождать этого пациента, это будут определенные таблетки, это будут определенные препараты, которые ему будут нужны в зависимости от того, что у него было выявлено. Но я хочу сейчас даже на другое настроить. Я хочу, чтобы люди поняли, что если стоит какой-то диагноз, мне поставили диагноз там-то, и тебе не лучше стало. Может быть, поставили диагноз не совсем обоснованно, может быть, смысл есть все-таки обратиться и пересмотреть его. Я не призываю, что обращаемся только к нам, а только мы умеем ставить диагноз. Нет. Просто пусть люди задумаются об этом. Поставили ли ему диагноз правильно, помогает ли ему лечение. Этот самый панкреатит, который навязан на зубах, над нами смеется, правда, потому что во всем мире панкреатит – это довольно редкое заболевание. Около, ну, максимум 15 человек на 100 тысяч населения, да. А у нас выписывается каждый из стационаров примерно с таким диагнозом. И это вопросы вызывает. А что у вас такая эпидемия панкреатитов в России? Ну, нет, конечно. Ну, нет, конечно. И поэтому мы и говорим, что, может быть, где-то диагнозы ставили ставиться не настолько обоснованно, как они должны поставиться. Может быть, у человека не панкреатит, а другое заболевание соседнего органа, который тут же находится, и которое мы пропускаем, и только становится хуже. Придите, разберитесь, пожалуйста. Займите своим здоровьем, пожалуйста. Ну что ж, действительно, наверное, пришло время заняться здоровьем. Очень коротко. Сейчас все говорят про ковид. Ковид как влияет на вот эту пищеварительную систему? Ковид влияет, конечно, потому что вирус тяжелый. Вирус, который садится на разные слизистые оболочки, на респираторный тракт, на желудочно-кишечный тракт. И поэтому у человека могут быть поражения и печени, могут быть поражения кишечника. Это все доказано, показано, и уже, в общем-то, определенные такие алгоритмы есть. И могут быть осложнения и поражения и печени, и кишечника после тяжелого лечения, тяжелой инфекции. Потому что получается очень много препаратов. И поэтому у пациента становятся отчасти пациентами гастроэнтеролога тоже. Вы это видели уже постковидные какие-то изменения? в данном в клинике пока мы не видели ясно спасибо большое но тем более во время эпидемии пора задуматься о своем здоровье и поставить все-таки верный диагноз напомню нашим зрителям что в студии сегодня были врачи центра медпрактик виктория панфилова доктор медицинских наук гастроэнтеролог эндокринолог и павел одинцов врач хирург онколог и эндоскопист спасибо большое что пришли и рассказали все это спасибо большое это была программа после новостей увидимся